Том Холланд уходит, успех трансформеров и новые детали Человека-паука. Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Сегодня по традиции будем обсуждать, что там интересного произошло за последнюю неделю. Погнали! Человек-паук 2 от Insomniac. На GameFest стала известна официальная дата выхода игры, это 20 октября. Но прежде чем я покажу вам плюшки за предзаказ, которые тоже объявили на этом GameFest, скажу лишь, что в конце мая, вот, ну, то есть, меньше чем две недели, по-моему, прошло, что показывали первый геймплей, вообще было официальное объявление этой игры, показывали первый геймплей, всякие штуки, там, трейлер Крейвена-Охотника, то есть, массу материалов по игре, и это, пожалуй, самое интересное было на выставке, одно из точно. Но Sony намеренно сделали эксклюзивом для GameFest дату выхода игры, то есть, они намеренно об этом умолчали, но, согласитесь, за две недели они явно там не порешали, когда выпускать игру, то есть, они специально разделили информацию, чтобы хоть что-то можно было показать на этом GameFest, и не факт, что там была последняя порция этой информации, потому что вскоре там будет еще Comic-Con San Diego, там наверняка что-то будет. Далее там, ну, там Sony будут выступать, поэтому там, ну, короче, мы сейчас еще до этого дойдем, там, и Человек-паук 4, и прочие-прочие всякие детали. Вот, короче, скоро будет много информации по игре, тем более осенью она выходит, так что поток уже запустился. Показали концепт-арты, первый концепт-арт это с Веномом, и разработчики объявили, что Веномом в этой игре будет не Эдди Брок, очень многие до этого догадывались, я тоже, ну, в голове как-то это прокручивал, но не зацикливался на этом, но потому что в первой игре, потом еще и в Майлзе Моралесе четко дали понять, что, ну, как бы, другой персонаж связан с Веном, да что тут греха таить, это Гарри Осборн. Если вы играли в игру, то для вас это не спойлер, если вы не играли, ну, как бы, это тоже не особо-то спойлер, это объявляется в самой игре, никто об этом ничего не прячется, это не сюрприз. Вот, почему об этом разработчики прямо не скажут, не знаю, но, видимо, они хотят что-то держать в тайне, либо это не Гарри Осборн. Но суть там такова, что Гарри Осборн болеет, у него какое-то тяжелое заболевание, как и у его матери, Норман Осборн, окей, зеленый гоблин, но в этой вселенной он еще и не стал, он его лечит какой-то экспериментальной штукой, которая, на самом деле, это симбиот. Только в этой вселенной неизвестно, этот симбиот, он инопланетное происхождение имеет, либо он создан был где-то в лабораториях Аскорпа. Если, ну, это второе, то это, наверное, отсылка к Ultimate вселенной, если первое, то, как бы, инопланетным он был и в классических, там же, секретных войнах, когда Питер Паркер получил симбиотический костюм. Любопытно, какое происхождение именно у Черной Жижи, но, скорее всего, это Гарри Осборн, и он будет пользоваться симбиотом, чтобы поддерживать свою жизнь, а когда Питер попробует отнять симбиот, скажет, Гарри, одумайся, это... Он делает нас только хуже, потому что Питер сам его поносит и тоже это поймет, то Гарри будет препятствовать, потому что, чувак, я вообще тогда останусь мертвым, если я сейчас симбиота выкину. Действительно назревает неплохой конфликт, то есть Гарри будет бороться за симбиота, потому что он поддерживает ему жизнь, а Питер будет, как бы, бороться за своего друга, потому что симбиот, он, ну, из-за него летит кукуха, фляга там свистит, и, ну, Питер это сам сначала попробует на себе, на своей шкуре он станет более жестоким, что мы уже видели в геймплее, и он попытается это объяснить своему другу, Гарри Осборну, но Гарри, конечно, этого не поймет, потому что, ну, куда он? Он уже, как бы, с симбиотом тесно связан. Второй концепт показывает Крейвена-Охотника и его приспешников, ничего особо интересного. Я видел в сети очень много, как бы, предположений, что именно Крейвен станет Веномом. Я думаю, что это очень странный шаг был бы, если бы действительно Крейвен стал полноценным Веномом в этой вселенной. Я в любом случае надеюсь, что рано или поздно, ну, Веномом станет Эдди Брок, но, может быть, и не судьба, и действительно, там, тот же Гарри будет Веномом вместо Эдди, потому что Эдди Брок не появлялся, никаким образом с Питером он не конфликтовал, как бы, откуда ему взяться? Показали также костюмы, которые получите за предзаказ, и, честно говоря, меня они расстроили, потому что я, ну, никакого такого прям любимого костюма здесь не нашел. Есть какие-то, которые основаны на комиксах, есть просто новые, созданные специально для игры, но возникает тщение, что авторы, ну, разработчики, создатели костюмов, они просто вдохновились какими-то нейросетевыми приколами, то есть они просто в Миджорне где-нибудь вбивали какие-то запросы, получали результат, такие, о, это неплохая идея, там, например, футуристичный Человек-паук или апокалиптичный Человек-паук, или, не знаю, такой Человек-паук из какого-нибудь древнего времени, ну, в общем, каким-то образом они просто вводили эти запросы, такие, неплохая идея, мы это сделаем. Вот, вот сейчас вы, например, на экране тоже видели парочку моих запросов в Миджорне, то есть, ну, мне кажется, это очень похуже с тем, что есть сейчас на предзаказы. Ну и коллекционное издание будет включать еще и статуэтку, это Веном, Человек-паук и Маус Моралес. Честно говоря, не сказал бы, что она какая-то удивительная, да и в первой коллекционке я делал когда-то обзор, когда игра выходила на канале есть, может быть. Меня просто настораживает, что Человек-паук там держится на паутине, и такая статуэтка, она, ну, если это большая какая-то, и она хорошо сделана, то вряд ли это сломается, но если она небольшая, а она небольшого явного размера, где-то вот такая, вот, и там небольшой шорох, эта паутинка сломается, и у вас вся статуэтка тоже полетит, вот как, например, сейчас мой цвет. Ну, вы поняли. Очень кратко, но стоит это упомянуть, Apple провели свою ежегодную презентацию, и там показали новое устройство, которое называется Apple Vision Pro. Это будут очки смешанной реальности, дополненные в основном. Они, это не VR полноценный, потому что они дают вам еще возможность увидеть реальный окружающий мир, но только это захват с помощью камер, то есть там очень такая запутанная система, там даже будут видны ваши глаза, которые тоже снимаются, на самом деле, через камеры, потом только проецируются на стекло. Вот такая вот замудренная схема, и выглядит это немножко, ну, странновато, когда в шлеме видны глаза, немножко смешно. Конечно же, сделали отсылки на первому игроку приготовиться с этим шлемом, ну, потому что они действительно очень похожи. Я сомневаюсь, что мы уже прям погружаемся в такую же вселенную, во что-то, где мы будем постоянно в шлемах ходить. Я очень надеюсь, что будет не так, но рано или поздно, когда-то это, наверное, случится. Шлем будет стоить, там, в России, наверное, вообще около полмиллиона рублей, ну, не знаю, когда он до нас доедет. Непонятно, это будет в конце 2024-2025 даже году. Но самое интересное, что на презентацию пришли Боб Айгер и Кевин Файги, и они представили тесную связь этого устройства с Disney+, а именно с всякими шоу, которые там будут, в том числе мультсериал «Что если?». И проекты на Disney+, будут настолько тесно связаны, что мы сможем смотреть, например, мультсериал «Что если?» в локации, в которой происходит, допустим, данная серия или просто какой-то, знаете, такой Нексус, ну, какую-то интересную локацию мультивселенскую создадут, и ты включаешь шлем, ты смотришь не у себя в квартире, надеваешь шлем, и ты как будто где-то в мультивселенной витаешь и смотришь новую серию. Ну, и там можно будет как-то взаимодействовать с персонажами, возможно, тоже, там это дальше уже докрутят. То есть такая полноценная, ну, не мини-игра, а, наверное, приложение в виртуальной реальности. Буквально пару слов хочу сказать про «Стражи Галактики 3». Они уже собрали около 800 миллионов долларов, то есть они уже обогнали первую часть по сборам. Наверное, по итогу проката они будут около, ну, сборов второй части, ну, конечно, тут еще не учитывается инфляция, которая все равно присутствует. Тем не менее, фильм собрал хорошие деньги, не фантастические, это не какой-нибудь «Аватар 2», он там не бьет никакие рекорды, но это действительно хорошая касса, фильм окупился, все классно, идем дальше. Еще один счастливчик проката – это «Человек-паук. Паутина вселенных». Он за неделю, этот анимационный фильм, собрал больше, ну, по всему миру, естественно, больше, чем первая часть. Это действительно крутой результат, то есть там суперрезкий старт, о чем я и говорил в прошлом новостном ролике, что первая часть, она была такой немножко экспериментальной, немножко пробной, и зрители не знали, к чему готовиться. Либо это будет хорошо, либо какой-то трэшовый мультик, непонятно что. А теперь-то можно идти там с семьями, с детьми смотреть. Посмотрели уже первую часть, поняли, что это красиво, классно, задорно, весело. И тут еще и мультивселенную добавили. То есть она была, конечно, и в первой части, я имею в виду какие-то новые камео, там в трейлерах по тизерель паучков. Вот, и можно классно расслабиться и получить удовольствие в кино. И вторая часть идет лучше, чем первая, это супер, вот. Так что я тоже счастлив. А на канале уже вышло мнение, со спойлерами и без спойлеров. Есть вот здесь ссылка, ну, и в описании тоже оставлю. И обсуждение концовки, если вы уже мульт посмотрели. Том Холланд решил уйти на отдых. На целый год он сказал, что пока отойдет от актерской карьеры, и вообще он, ну, не будет заниматься вот этими бизнес-делами, он будет отдыхать, и у него такие большие каникулы образовываются. Все это потому, что на Apple TV Plus вышел проект, который называется «Переполненная комната», где Том Холланд играет персонажа с расстройством личности. У него там прям целая кипа разных личностей в голове. Ну, типа как, если вы смотрели фильм «Сплит», ну, Билли Миллиган взят за основу этого проекта. Но самое интересное, что Том Холланд был еще и продюсером проекта, поэтому ему пришлось нелегко. А с учетом того, что в прошлом новостном выпуске я озвучивал, что проект получил очень плохие отзывы, то есть там около 20% из 100, именно от критиков. Короче, видимо, он расстроился тем, что получилось не очень. Но давайте будем честны хотя бы друг с другом. Мы с вами, Том Холланд-то пусть говорит, мы не будем его осуждать. Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас пройдет забастовка сценаристов. Там, если никакие режиссеры еще не подключатся, тогда это будет вообще угроза уровня «Мстителей». То, ну там, рано или поздно начнутся съемки «Человека-паука-4» совсем скоро, если забастовка пройдет. И Том Холланд там как бы нужен будет по-любому. Вряд ли они еще год будут ждать, поэтому... Ну, это он так сказал, видимо, на будущее. Немножко так закинул, чтобы его не беспокоили, не доставали особо. Я ухожу отдыхать. Но вот совсем еще недавно он сказал, что знаете, вот если мы для «Человека-паука-4» не найдем хороший сценарий, не напишем хорошую историю, то «Человека-паука-4» не будет. Но это тоже он лукавец. Сони за него прекрасно все решат. Он контракт уже подписал. Том Холланд, отдыхай, играй в плойочку, в «Паука-2» поиграешь, все пройдет, будем сниматься. Mortal Kombat, который единичка, который один, который перезапуск. Новый Mortal Kombat показали свежий трейлер, где прям геймплей, то есть это не просто катсцены, как раньше, а геймплей на том же самом Game Fest. И плюс еще IGN залились к себе несколько сразу роликов. Там прям действительно геймплей, как они играют, как они показывают, что и как, показывают фаталити. Игра максимально жесткая, то есть ну все, как мы любим в Mortal Kombat. Кровавые мясные фаталити, разрубы всякие, зарубы персонажей. Выглядит на самом деле очень красиво. В целом, я не увидел чего-то нового, потому что, вот помните, я на основном выпуске говорил, когда анонсировали только Mortal Kombat, что типа это будет переизобретение какой-то игры. Но я сказал, что очень сложно придумать какие-то новые боевые механики для такой игры, потому что Mortal Kombat уже сколько лет существует. И, ну, по факту в геймплее это действительно так. Да, конечно, будет новый комбо, это будут переосмысленные персонажи, абсолютно новые, поэтому можно чего-то нового набрасывать, новые какие-то идеи в плане их ударов, их техник, их боевых искусств, но прям новое придумать, но это сложно, иногда даже невозможно. Поэтому игра выглядит как Mortal Kombat, но только с новым графоном и с новыми персонажами. Трансформеры Восхождение Звероботов внезапно получили самый лучший зрительский рейтинг из вообще всех фильмов по трансформерам, вот которые были с Майклом Бэем, Бамблби, это удивительно для меня, потому что, ну, вроде когда трейлеры там хорошие отзывы собирали, много просмотров, я вот смотрел и в комментариях тоже люди ждали, но не сказать, что это прям типа лучший фильм о трансформерах, но внезапно получил вот такие отзывы, а критики наоборот сказали, что ну типа после Бамблби как-то как будто хуже. Вот, я не знаю как выглядит фильм, я еще его не посмотрел, жду, когда появится у меня в кинотеатре, обязательно скажу, тоже будет мнение на канале. Я не то чтобы фанат трансформеров, но все части смотрел, так или иначе слежу за этой франшизой. Вот, но любопытно, то есть если вы ждали трансформеров и не знали сходить или нет, то вот зрители говорят, что все классно получилось. Росомаха против хищника. Марвел анонсировали новый кроссовер, но не в кино, а в комиксах, и где Росомаха встретится с хищником и все будет растягиваться, ну, локации от Канады до Мадрибура, то есть локации, где в основном был задействован Росомаха. Кстати, на канале выходил ролик с пересказом краткой истории, вот там такой дубляжный ролик, посмотрите, должно вам понравиться, если любите Росомаху. Что по поводу кроссовера комиксного, мне кажется прикольно, оба персонажа действительно подходят друг к другу, это не когда был кроссовер там типа УДС, хищник против Бэтмена или еще какой-нибудь персонаж против какого-нибудь персонажа, когда они не связаны, вот Бэтмен и Черепашки-Ниндзя, а звучит неплохо, а вот когда хищник и Бэтмен, ну уже такое странное. Хищник и Росомаха очень похожи по концепции, потому что они всегда ищут какого-то равного противника, и вот здесь реально будет интересно посмотреть на их батл, ну так чисто, это фановый кроссовер, понятное дело, несерьезный какой-то. Выходит он уже 20 июля, так что если ждете, следите. Совсем быстрая новость, постер появился новых охотников за привидениями, это будет продолжение прошлой части, которая носила под заголовок Afterlife, то есть как бы загробная жизнь, которая с Полом Радом выходила, и с детишками, я к своему, не знаю, стыду еще ее не посмотрел, я не знаю, какой она получилась, я что-то хотел, 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 и потом ее отложил, и все, и забыл про нее, хотя я даже присутствовал на интервью перед фильмом, брал интервью у режиссера, у сына Айвана Райтмана, Айван Райтман тоже там должен был присутствовать, он не пришел, в итоге там через какое-то время стало известно, что он скончался, то есть, вообще, видимо, он уже тогда болел, и я не застал, интервью, кстати, получилось ужасным, поэтому вы его нигде на канале не увидели. Очень любопытная новость, Бэтмен отважный и смелый в новой киновселенной DC Джеймса Ганна, возможно, получил режиссера, это будет Энди Мускетти, который снял Флэша, и который снимал для Warner Bros. Оно и Оно, часть 2. Ну, видимо, Джеймса Ганна, и вообще Warner Bros. устроила режиссура именно Мускетти, и они позвали его в Бэтмена, потому что об этом уже ходили слухи, и, может быть, я сейчас ошибаюсь, но как будто Джеймс Ганн говорил, что они еще поработают с Мускетти над каким-то проектом DC, вот какой-то такой тизер был уже. Но я считаю, что нужно еще взглянуть на прошлые работы режиссера, чтобы понять вообще, нужна ли его здесь кандидатура. Он снимал Оно, где были дети, и они играли хорошо, и получилось очень достоверно и классно. Ну, как минимум, первая часть Оно прям отличная. Вот, а Бэтмен отважный и смелый, это не то, что перезапуск Бэтмена, а это еще и добавление Робина сразу, Дэмиана Уэйна, родного сына Брюса Уэйна. И как раз это будет показывать взаимоотношения отцов и детей, ну, то есть, отношения детей и родителей, а в Оно это получилось отлично. Я надеюсь, что, как бы, этот опыт, он сыграет и здесь, и у режиссера все получится, если это действительно так. Очень важная новость, Капитан Америка 4 сменил подзаголовок с Новый Мировой Порядок на Дивный Новый Мир. Это, как бы, отсылка на подзаголовок комиксов, есть серия комиксов Brave New World, есть секс от DLC для Цивилизации, пятой, люблю Цивилизацию пятую. Короче, просто сменил название и показали там новый кадр с Харрисоном Фордом и Энтони Маки, где один учит другого, видимо. Все. А есть еще слухи, что Билл Сказгард, который уже снимался у Энди Мускетти в Оно, играл Пеннивайза, он может поучаствовать в новой вселенной DC в роли Болотной Твари. Очень любопытный каст, потому что его прям дримкастят на Джокера. Ну, у него действительно необычная внешность, он классно играет в злодеев, ну, то есть Пеннивайз у него получился просто великолепный и, ну, и тот клоун, и тот клоун. Было бы интересно посмотреть, ну, хотя бы, знаете, где-то вот какой-то камео, типа, в роли Джокера, мне было бы любопытно, как он сыграет, но Болотная Тварь, это необычно, и поэтому я в это могу поверить, что действительно его рассматриваю, потому что очень какой-то, знаете, неоднозначный каст. Вот если бы были слухи, что он сыграет Джокера, я бы такой, ну, возможно, об этом давно ходят слухи, возможно, типа, кто-то надумал, а здесь прям неожиданно. Напомню, что снимет и напишет этот фильм Джеймс Мэнгл, который делал Логана, Форд против Феррари, ну, и вот Индиана Джонса 5, который скоро выйдет. И последняя новость этого ролика. Брайан Крэнстон, который известен по роли Уолтера Уайта, например, он сказал, что через 2-3 года он покинет свою актерскую карьеру, то есть он ее закончит. Он переедет куда-нибудь жить во Францию, будет с женой пить вино, просто отдыхать, ни о чем не беспокоится, он не будет принимать звонки там от каких-то менеджеров, от агентов, какие-то предложения рассматривать. Короче, он полностью заканчивает, вот он сейчас отснимется, там, наверное, денег заработает, какие-то дела закончит, продаст свой бизнес, который у него есть, все продаст, все дела закончат, короче, будет отдыхать. Честно, ну, конечно, это печальная новость, потому что актер просто фантастический и классный, я его обожаю, но вот, например, сезон 2 «Ваша честь» я смотрел, наверное, только из-за него, потому что актер, ну, реально супер. Вот, а во все тяжкие, так и вовсе, один из моих любимых сериалов ever. Но, с другой стороны, я реально рад, что актер может вот так, у него есть такая возможность вообще ни о чем не думать и с женой куда-то и отправиться, жить, не заботиться, вот. Могу только пожелать ему классно провести старость свою. Хотя, сказал, что грустная новость, а вроде как хорошая, то есть человек будет отдыхать. Что в этом плохого? Поддерживайте лайком этот ролик, если он вам понравился, если он вам не понравился, вы можете дизлайк влепить, вот, я буду не против. Пишите в комментариях, если вас какая-то новость зацепила, обсудите, другие комментаторы тоже ждут, чтобы сцепиться с вами в кибер-схватке. Ну, а тем, кто уже подписался на канал, я жму виртуальную руку, и прощаюсь, увидимся в новых роликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok